Всем привет! Два приемника. ARINST SDR Dream Kit и MalaHit DSP. Примерно одинаковые по размерам, примерно одинаковые по возможностям. Оба принимают и короткие волны и УКВ в большом диапазоне во всех видах модуляции. Оба работают по принципу SDR технологии. Оба имеют цветной экран, тачскрин. На нем отображают спектрограмму, водопад. То есть примерно, примерно, очень приближенно, с точки зрения пользователя это примерно одно и то же. Оба автономных, оба с аккумулятором. И я сегодня сравню их работу на коротковолновом диапазоне, вот здесь в лесу, в условиях отсутствия бытовых помех. То есть эфир здесь очень чистый. У меня сейчас установлена антенна коротковолновая траповой диполь на диапазоне 40 и 80 метров. Это резонансная антенна, она достаточно хорошо работает в двух любительских диапазонах. Ну и между ними что-то тоже позволяет принимать. Оба эти приемника питаются от встроенных источников питания. Никаких внешних элементов питания к ним не подключено. К ним подключена антенна через вот такой вот коммутатор на два положения, с помощью которого я смогу переключать антенну то к одному приемнику, то к другому. И к приемником подключена через разъем 3,5 миллиметра. Вот такая вот коробочка. Это гальваническая развязка. Там находятся два трансформатора низкочастотных, поэтому приемники между собой никак не связаны. То есть по постоянному току два входа этой коробочки между собой никак не соединены. И есть здесь два регулятора уровня низкочастотных, которые позволяют регулировать раздельно сигнал с каждого приемника. Сигнал записывается низкочастотный на рекордер, записывается раздельно на две дорожки с каждого приемника отдельно. Ничего не смешивается. Сейчас здесь в лесу температура воздуха плюс 2, плюс 3 градуса. Достаточно уже прохладно. Поздняя осень, ноябрь месяц. Весь лес очень сырой, но дождя нет, поэтому я надеюсь, что смогу более-менее комфортно послушать эти приемники. Сейчас дневное время суток. В нижней части КВ прохождение еще не очень сильное, но слышно вот на 80-метровом диапазоне. Слабенько разговаривают радиолюбители. Я попереключал сейчас антенну на один приемник и на другой. Большой разницы нет. Слышно примерно одинаково хорошо на оба эти приемника. Вот еще на 80-метровом диапазоне слышно сигнал телетайпа, очень слабенько. Удобно, у него уровень не меняется, можно попереключать приемники и сравнить на нем. Слышно примерно одинаково. Полоса пропускания на обоих приемниках включена 2,7 кГц. Приемник скоринств я слушаю на внешний громкоговоритель, так как при подключении к нему разъема 3,5 миллиметра встроенный громкоговоритель отключается. А мне же нужно с него сигнал записывать, поэтому я подключаю 3,5 миллиметра и разветвитель на два выхода. К одному выходу подключено устройство записи, вернее вот эта вот гальваническая развязка к другому выходу подключен динамик от радиостанции Виола. Малахит буду слушать на встроенный динамик, так как у него есть режим работы одновременно и на встроенный динамик, и на выход 3,5 миллиметра. Все там управляется, можно включить, чтобы будет работать оба выхода. Всё нормально, живы здоровы, всё в норме, хорошая погода, ветерок правда дует немножко, на приёме. Вот еще не громко слышно тоже радиолюбителей на 80-метровом диапазоне, очень слабые сигналы, но примерно одинаково слышно По чувствительности на оба эти приемника В обоих приемниках аппаратное усиление включено не максимальное, так как на коротких волнах с резонансной антенны уровни сигналов очень большие В приемнике Малахит отключен предусилитель, но не включено никакого ослабления в аттенюаторе В приемнике Аринст есть регулировка усилителя промежуточной частоты, который расположен после смесителя перед аналогом цифровым преобразователем И его усиление включено тоже не максимальное, напомню там есть 4 положения, 24, 12, 6 дБ и 0 дБ отключено Сейчас установлено усиление 6 дБ, если включить усиление максимальное 24 дБ, то сразу возникает полная перегрузка И приемник становится неработоспособным По всему диапазону вот такой вот зашкал 24 дБ усиления на КВ избыточное Если включить 12 дБ, то в основном приемник работает хорошо Но иногда уровни сигналов, приходящие с антенны, начинают превышать опять-таки максимально допустимое значение для этого приемника в таком режиме И возникает перегрузка Иногда она возникает, особенно от мощных вещательных станций, поэтому я включаю усиление здесь 6 дБ И в таком режиме приемник практически ни разу еще не перегружался у меня от вещательных станций, от мощных любительских станций вот на такую антенну Вот еще на 80 метровом диапазоне очень-очень слабо проходит телетайп, частота 3626, послушаем на два приемника Слабые сигналы слышно примерно одинаково, то есть говорить о какой-то разнице в чувствительности на КВ диапазоне смысла нет, так как чувствительность явно больше, чем нужно для обычного приема на КВ Приходится ее уменьшать, отключая различные усилители в этих приемниках И, конечно, слабые сигналы слышно уже так, как их принимает эта антенна От чувствительности приемников слышимость практически не зависит Приходится на КВ-9 на КВ-9, КВ-7 Спасибо, 7-2-3, Сугар-9, Папа-Kilo-Майк Делта-Лима-1, Делта-Лима-1 Делта-1, Делта-Радио, Оскар, доброе утро, 5-9 Спасибо, Сугар-9, Папа-Kilo-Майк На 40-метровом диапазоне негромко слышно зарубежную станцию Тоже примерно одинаково принимают эти два приемника Тембр очень сильно отличается, но чувствительность, видимо, нет Тембр звука этих приемников отличается очень сильно Даже несмотря на то, что я на разные динамики слушаю Если посмотреть в записи, то в записи он тоже отличается очень сильно И при этом никакие эквалайзеры в приемниках низкочастотные не включены Ну, вообще-то, хоть все нормально по приемнику, то это хорошо И Р-3ПК Смотрю, передатчик-то и нормальный, там уже 35 децибел, АМГ-Т я вижу Все хорошо, по крайней мере, вот на уровне, что я вижу сигнал Как бы, все хорошо работает на приемке Р-3ПК, Р-3АЗ, да, там около 40 децибел У меня рядом контрольный СДР стоит Я слежу за этим очень внимательно, поэтому Это, в принципе, тот результат, которого я и хотел добиться на приеме Громкие сигналы на 40-метровом диапазоне, тем более слышно Одинаково хорошо на оба приемника Радио на 3, Галина, центр Елена, Роман, гость, 3 дома рожения, Николай Добрый день, Гадеев, с плюсом до плюс 15, Геннадий Дзержинск, как принято Словка на таким уровнем невозможно действительно не услышать, не принять Благодарствую, вопросов не возникло, ведущий Ага, Ген, на всю хату, Ген Всего доброго тебе, здоровья, хребко Пока, до свидания Да, спасибо, спасибо, спасибо Да, он немножко в сторонке у вас получается по отношению к ССБ сигналу Ну, все нормально, Александр, в логе Удачи, краткий кто? Россия, Иван Кратский, тройка, Дмитрий, Мария Ольга, 28 Радио 3, Дима, Роман, 3, Федор, Ольга, так, Мария Ольга, 28 Для вас, Мария Ольга, 60 Доброго дня вам, спасибо 5, 9, плюс Николай Дмитрия, прям Ну, за кицу, за рову, не пожелаю, самое главное Ну, что тут еще, жевать-то, это, наверное, самое основное Всего доброго, и до будущих встреч О 0DX, О9, ОТРН Да, отлично, Борис, проходите Очень мощный, хороший сигнал Нам бы еще и пятнатку закрыть, по пятнатке Сейчас, тут уж и две недели прохождение такое Что не может не радовать Отлично Станции идут и 9 район, и 3, и Украина, и Западная Европа Спасибо, спасибо, здоровья и успехов, Борис Всего хорошего, до встречи На 20-метровом диапазоне слабенькие сигналы достаточно Так как антенна у меня там не работает Антенна только на 40 и на 80 метров И на 20-метровом уже не так громко И вот сейчас наблюдали ситуацию, когда на приемнике Оринст Даже при усилении 6 дБ возникает все равно перегрузка При этом на Малахите никакой перегрузки не было Спасибо, спасибо, Виктор, очень хорошо, проходите На плюс сейчас сигнал выходил Спасибо На новую родину самые добрые пожелания Всего-сего хорошего Леонид Борис Анна, кто был? Ульяна Боря, 9, Люба Боря Анна Попробую поставлю Усиление меньше Совсем слабый сигнал, на нем, конечно, хочется прибавить усиление Сенсорный экран в приемнике Оринст Дримкит удобней Нажимать вот такой вот какой-то указкой Я использую, как я вам уже говорил, лесную указку То есть палочку с заточенным концом Можно какую-то другую использовать Дома я использую тыльную сторону Ручки, которые мы пишем, или карандаша Но пальцами в него тоже можно, как говорится, тыкать Но не так удобно То есть элементы все маленькие Проще в них попадать какой-то указкой Добрый вечер Очень-очень громко Улетка Казахстан Роман Меркизнак 1, Антон Галимов. Ручкой валкодера удобнее настраиваться на малахите, чем палочкой или указкой в стрелке вверх-вниз. Но зато можно здесь перестраиваться непосредственно по панораме, перемещая указатель. К сожалению, точно попасть на станцию таким способом очень сложно при работе в однополосной модуляции. Надеюсь, в следующих версиях прошивки для приемника DreamKit сделают округление частоты до килогерцов или до 100 герц. Тогда можно будет очень точно вставать вот таким вот способом. И настройка будет более удобная и более быстрая. На этом закончу сегодняшнее сравнение этих приемников. Пока какие-то выводы делать рано, но в общем слушать можно. И на тот, и на другой приемник мощные сигналы на КВ слышно прекрасно, слабые тоже слышно примерно одинаково. Тембр очень сильно отличается, удобство управления очень сильно отличается. Приемники в плане использования очень разные. Но если послушать какие-то слабые сигналы на них или сильные, то слышно примерно одинаково, большой разницы нет. Что касается перегрузочной способности к мощным сигналам, то оба приемника подвержены, конечно же, перегрузкам. В обоих приходится отключать какие-то усилители, чтобы нормально приемники работали на большие полноразмерные резонансные коротковолновые антенны. В общем-то это больших проблем не создает. Убавили аппаратное усиление и слушаем прекрасно на наши имеющиеся антенны. Если придется приемник переключать на другую антенну, то под другую антенну, под другие условия придется переключать опять аппаратное усиление. Включать предусилители или регулировать усиление в малахите еще. В общем, при использовании одной и той же антенны на одном диапазоне практически не приходится ничего переключать. При усилении предварительного усилителя, усилитель ПЧ, вернее, между смесителем и АЦП в приемнике АРИНСТ, при усилении 6 дБ перегрузки практически не возникает на КВ. Один раз она у меня была, во всех остальных случаях она не проявлялась, мне не мешала. И с усилением 6 дБ я слушал весь КВ диапазон на этот приемник. Режима высокоомного входа в приемнике АРИНСТ нет, поэтому сравнивать работу этих приемников на короткие телескопические антенны нет смысла, так как АРИНСТ не будет принимать коротковолновые сигналы, особенно в нижней части КВ 3,5 МГц, 7 МГц, да и 14 МГц. Принимать на короткий телескоп полметра он не будет, так как нет режима высокоомного входа, только 50 Ом. Пару часов я послушал эфир на эти приемники, ни в том, ни в другом пока не разрядилась батарейка, температура воздуха окружающая меня примерно плюс 3 градуса, уже поздняя осень, но снега пока еще нет. Приемники при таких условиях работают более-менее нормально. На этом сегодняшнее мое сравнение закончено. Спасибо, что смотрели это видео. Напоминаю, что на канале у меня есть плейлисты, в которых размещены сгруппированные видео по разным темам. Это видео, посвященное сравнению двух приемников, находится сразу в двух плейлистах, в плейлисте сравнения и в плейлисте приемники. Также есть плейлисты КВ радиостанции, УКВ радиостанции, антенны, путешествия и так далее и много других. Поэтому заходите в раздел плейлисты, там удобнее находить видео. Много есть старых интересных видео, может быть вы их еще не видели, так что посмотрите. Спасибо за просмотр, здесь был Алексей Игонин, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok